Ровно год назад, 23 марта, вы, пребывая в городе Костроме, посетили Свято-Троицкий и Пачевский монастырь, место становления российской государственности. Слова, которые вы оставили в книге почетных гостей монастыря, близки и по сей день многим тысячам православных костромичей. И сегодня, при вручении столь высокой государственной награды, стала не моей личной заслугой, как музыканта, руководителя коллектива, а прежде всего свидетельством большого вклада Русской Православной Церкви в национальную сокровищницу духовно-культурного достояния, в дело с созиданием порушенных в прошлом святынь, возрождая музыкально-певческое искусство. Позвольте сердечно поблагодарить вас за столь высокую оценку моих скромных трудов, поблагодарить предстоятеля нашей Церкви, святейшего патриарха Московского в Сеарусе Алексея, который поддержал инициативу моего награждения, и архиепископа Костромского и Гальческого Александра, под чьим отеческим руководством находится наш коллектив, трудится, живет, прославляя Россию и нашу святую Русскую Православную Церковь. Сальман Марина Абрамовна, главный специалист Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Присвоены почетные звания Народный артист Российской Федерации Лопаткиной Корневой Ульяне Вячеславовне Солистки балета Государственного академического Мариинского театра Я благодарю вас за столь высокую оценку моего труда, И я бы хотела сказать, что я рада служить России Искусством балета Спасибо большое Максимову Евгению Павловичу, художественному руководителю Русского национального театра Дворца Металлургов Открытого акционерного общества «Северсталь» Дорогие друзья, я из провинциального города Череповца Из-за Вологодчины Где великие традиции, где живут настоящие скромные люди Я очень сегодня счастлив и горд, что в Череповце Не только есть знаменитые металлурги, но и есть театр, есть народный артист И, конечно, это заслуга всех людей, которые живут на Вологодчине Те, кто помогают возрождать русские традиции К сожалению, мой театр не так известен широко в России Он больше известен за рубежом Но я надеюсь, что вот эта награда Позволит мне еще больше Быть просветителем всего русского традиций Спасибо огромное Спасибо Заслуженный машиностроитель Российской Федерации Присвоено Кузнецову Владимиру Александровичу Старшему мастеру участка Северного производственного объединения Арктика Заслуженный работник культуры Российской Федерации Присвоено Домбровской Людмиле Ильинишне Заместителю директора Государственного образовательного учреждения города Москвы Детская музыкальная школа номер 16 имени Флиера АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Присвоено Коротких Владимиру Ивановичу Главе крестьянского хозяйства Речное Хлевенского района Липецкой области АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженный строитель Российской Федерации Присвоено Дядькину Сергею Николаевичу Генеральному директору Открытого акционерного общества Мостострой-11 Хантамансийского автономного округа Югры Заслуженный учитель Российской Федерации Присвоено Олепченковой Валентине Петровне Учительнице муниципального общеобразовательного учреждения Локотская средняя общеобразовательная школа номер 3 Брасовского района Брянской области АПЛОДИСМЕНТЫ Федоровой Акулине Петровне Учительнице муниципального общеобразовательного учреждения Чуропчинская улусная гимназия Республика Саха-Якутия АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, позвольте мне еще раз сердечно вас поздравить Вы без меня знаете, но тем не менее я повторюсь Миллионы людей в нашей стране С восхищением Следят за победами наших спортсменов Радуются и наслаждаются произведениями искусств наших деятелей искусства Пользуются плодами нашей науки, образования И всегда с особым вниманием и трепетом следят за тем, как действуют в сложных условиях наши военные Я хочу вам пожелать новых успехов Хочу, чтобы наши спортсмены прыгали выше, дальше, бегали быстрее, плавали лучше всех Чтобы деятели искусства продолжали радовать нас И сотрясать нас своими произведениями Чтобы мы за спиной своих военных чувствовали себя, как за каменной стеной И если так будет, то страна наша будет непобедимой Страна наша будет процветающей, дружественной Благоприятной и благополучной Страна наша будет такой, в которой каждый гражданин Российской Федерации Будет чувствовать себя комфортно и будет гордиться нашей великой Родиной Спасибо вам большое